Привет красивым людям! Ближайшие 20 минут только позитивные новости о стильной жизни нашего города. Это Бьюти Тайм. Мы начинаем! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Вы смотрите Бьюти Тайм. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных правильному питанию и здоровому образу жизни. О том, как выбрать качественные продукты и как правильно их употреблять, смотрите прямо сейчас. Редко в наши дни можно встретить покупателя, который не читает этикетки на продуктах питания. Пытливый потребитель обычно разбирается в составах, гостах, маркировках, символах и знаках. Некоторые открытия делаются методом проб и ошибок. Оценить, к примеру, качественную муку обывателю удается лишь опытным путем. И порой нет ответа на вопрос, а почему в прошлый раз кекс оказался вкуснее, чем в этот. А дело может быть в состоянии крахмала, главного компонента углеводного комплекса. От состояния крахмала, от его повреждения, от его структуры очень сильно зависят свойства товара. Чтобы определить степень повреждения крахмала в муке, для него есть специальная методика по ГОСТу. Добавляются реактивы необходимые. Это уборная кислота и йодистый калий. Это все разбавляется дистиллированной водой. Добавляется одна капля теосульфата натрия, которая помогает крахмалу. Проявляет окрашивание, то есть за какое время крахмал будет распадаться. Закладывается здесь ровно один грамм муки. Мы ее заранее взвесили. Все остальное определяет аппарат. Все автоматизировано. Степень поврежденности крахмала и другие специфические показатели у производителя муки обычно запрашивают профессиональные кондитеры и пекари. На предприятии МАКФА, где повышенное внимание уделяется качеству, на днях начала свою работу новая исследовательская лаборатория. Теперь состав продукта можно изучать максимально точно, а главное быстро. Наши специалисты изучают особые свойства и показатели продукта. Те, которые не входят в узкие рамки государственных стандартов. Это те показатели, которые позволяют нам глубже узнать продукт и более точно повлиять на его качественные потребительские характеристики. Основные показатели пищевой ценности – белки, жиры и углеводы. Их соотношение обычно отслеживают все, кто увлечен правильным питанием и те, кто в этом вопросе является специалистом. У нас все абсолютно продукты содержат и белки, и жиры и углеводы. Но преимущественно какие-то белки и преимущественно какие-то углеводы. Для макаронных изделий очень важен такой показатель, как белок. Изначально, всегда и в классическом итальянском производстве у нас обращали внимание на его содержание. Но чем больше мы делаем измерений, тем стабильнее этот показатель. От количества белка, от его качества очень сильно зависит структура макаронных изделий. Я вам открою секрет, и даже очень сильно зависит вкус. Белок определяется с помощью отжига при определенной температуре с заданным временем. Этот анализ позволяет определить содержание белка, макаронов и пшеницы. В наших современных реалиях с огромным выбором товаров и всевозможными маркетинговыми уловками приходится изучать составы и вникать в технологии производства буквально всего, что мы собираемся принимать в пищу. В свою очередь, производители, сосредоточенные на высоком качестве, привыкли исследовать все от сырья до готовых изделий, не жалея времени и средств на сложные лабораторные анализы. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Свадебная съемка наиболее востребованный вид деятельности фотографов любого уровня. Но по мнению настоящих профессионалов, без опыта и системных знаний не будет некачественных снимков и недовольных заказчиков. Игорь Цаплин известен среди профессионалов как один из успешных современных мастеров свадебной фотосъемки. Его челябинские мастер-классы посвящены работе со светом, маркетингу и продвижению в социальных сетях, а также правилам общения с молодоженами. Если ты приходишь, я считаю, в любую профессию, если мы говорим про фотографию, просто ради того, чтобы по-быстрому заработать, не горяете, то ты в самом плохом для себя случае ничего не заработаешь. И в принципе люди не пострадают. Но копирование вообще неизбежный, неизбежный побочный эффект любого обучения. То же самое происходит в художественных школах, то же самое происходит в музыкальных школах. Изначально людей учат нотам, изначально людей учат писать картины, как кто-то делал, по каким-то канонам и школам. И только когда ты отточил какое-то мастерство и уже попробовал сделать как один, как второй, как третий, то ты можешь скомпилировать что-то свое. Если бы все не проходили школу художественную, то, скорее всего, хороших художественников было бы гораздо меньше. Мастер-классы посещают не только те, кто буквально вчера взял камеру в руки, но и те, кто уже состоялся как профессионал. Его работа отличается вот именно живыми кадрами, такими легкими, и показывают настоящих ребят. Настоящих молодоженов, которые не умеют фотографироваться, они не модели, не профессионалы. А Игорь их полностью раскрепощает и работает с ними на одной волне. Очень важный момент был свет, то есть работа со светом, работа со вспышкой. Это очень важно, это очень непроработанный момент у меня, недостаточно еще. Наверное, опыта работы было именно с искусственным светом. Самые интересные и важные фотографии – это люди и то, насколько по-разному можно раскрывать их с помощью фотоаппарата. Потому что, с одной стороны, можно раскрыть человека, с другой стороны, любой фотограф раскрывает человека. Отчасти раскрывает это через свою призму, и мы, опять же, то, что нам всем кажется красивым, это то мы видим в героях наших фотографий. Поэтому, чем больше, опять же, мы будем общаться на мастер-классах, на таких мастер-классах с максимально разным количеством интересных людей, тем больше разных призм, вот этих взглядов мы увидим. Поэтому мне, как фотографу, очень важно пообщаться с кем-то еще интересным, потому что, может быть, я снимаю вот так, а потом приезжает Игорь и говорит, смотри, вот так. И меня это очень сильно расширит. Это здорово. Сегодня свадебная фотография – это целое направление фотоиндустрии со своими нормами и правилами, жанровыми особенностями и художественными приемами. Это еще и неотъемлемая часть свадебного ритуала, в котором участвуют и виновники торжества, и их гости. Именно поэтому свадебный фотограф сегодня – это больше, чем просто специалист, отвечающий за баланс, фокус и композицию кадра. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Сегодня модную вечеринку сложно себе представить, посвященную только лишь коллекциям одежды. Обязательно будет какая-нибудь презентация, непринужденное общение, а также мастер-класс. Как, например, на вечеринке в бутик-ателье Светланы Бромберг. Эта вечеринка не совсем обычная. Теплая дружеская атмосфера здесь соседствует с высоким градусом торжественности, элегантности и стиля. Мы сегодня пригласили всех наших друзей в наше новое творческое пространство. Мы не так давно сюда переехали. Нам самим очень нравится здесь находиться, потому что все очень красиво. Нам помогали обжиться здесь и навести эту красоту. Мои любимые дизайнеры Элла Богуш и Настя Копырина. Как и принято в высокой моде, большинство гостей пришли в нарядах от бутик-ателье Светланы Бромберг. Я всегда с образования бутика Светланы, еще даже по другому адресу, за ней следила. И узнавала о ней от других людей. Потом, ну, как-то вот так сложилось, что я решила все-таки к ней заехать. Нашла ее в Инстаграм. И сегодня я здесь отшиваюсь у девочек. Планы у нас большие. Мне с ними очень комфортно. Со Светланой дружим мы очень давно, еще с прежнего места ее работы. Я выбираю Светлану, потому что у нее замечательное качество, европейское качество. Шитья одежды, у нее прекрасные ткани. Качество ткани замечательное, натуральные ткани. В программе вечера, помимо приятного общения, выступления друзей и партнеров, которые с удовольствием рассказали о праздничном декоре пространства, создании изысканных десертов для приверженцев здорового питания, о современной женственности, а также авторских украшениях. Процесс создания украшений из стекла, потому что для меня это настоящая магия и тайна, потому что сколько лет я уже не занимаюсь, но я каждый день что-то для себя открываю, новые эксперименты, новые пробы. Главная тенденция моды наших дней – это индивидуальность. Гости этого вечера не только знают о том, но и придерживаются тренда в составлении собственного гардероба. Замечательный человек с таким чутким, тонким вкусом, наверное, прочувствующим каждого человека, что ему нужно. Но Светлана настолько предрасположит к себе, она настолько поможет все подобрать, все четко, тонко, что это будет дальше радовать не только глаз, но и душу. Я увидела первый раз вообще в инстаграме про ее бутик и ознакомилась с ассортиментом, который представлен в ее бутике. И мне это стало интересно, достаточно интересно. За ходом вечеринки в сетях следил весь мир. Ну а на память у присутствующих остались приятные воспоминания и новые модные идеи, которые обязательно будут воплощены в бутик-ателье Светланы Бромберг. Вы смотрите Бьюти Тайм, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Стилисты, которые часто говорят о базовом гардеробе, в холодные месяцы под этим подразумевают черные или темно-синие элементы, а летом им на смену приходят белые, бежевые и молочные цвета. Белый верх и белый низ летом актуальны всегда. В нынешнем сезоне приветствуется игра фактур и немного блеска. Брюки молочного цвета, в отличие от белых, более универсальны в плане сочетаемости, поскольку нет необходимости подбирать два одинаково чистых оттенка. Составляя комплекты, можно двинуться в сторону кокетства, этнического, спортивного или романтического настроения. Версия для прохладной погоды также желательна с участием светлых брюк. Именно они олицетворяют собой летний гардероб, каким бы ни было это лето в действительности. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Летний день одной цены в тессуле. Жаркие цены на часть коллекции ткани. Салон тканей тессура на Тибирязьево, 26. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Наверняка у каждого из нас в детстве бабушки шили одеяло и подушки из лоскутков тканей. Именно поэтому выставка «Лоскутная мозаика России» так греет сердце и вызывает ностальгические эмоции. Здесь выставлены лучшие работы лучших мастеров России за 2017 год. Они в прошлом году были высоко оценены на фестивале «Лоскутная мозаика России» в Иваново. Ткань сама по себе диктует какие-то определенные вещи. То есть, когда ее берешь в руки, она начинает с тобой разговаривать. И мир, получается, выражается не только через твои ощущения, а через ткань в том числе. И оно никогда не устареет, оно всегда будет актуально, что это вот это вот тепло рук, да, тепло рук души вложенной. Эта выставка открылась в день рождения Челябинского музея изобразительных искусств. Именно поэтому лоскутную мозаику России можно считать своеобразным подарком к 78-летию. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Игорь Негода. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни, а также новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее поочеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда BeautyTime ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», «Студию макияжа Френды» и «Медстудию Елены Ивановой». Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok